Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, карта дня. Сейчас мы посмотрим субботу. На что обратить внимание, что делать, что было бы здорово избежать. Надеюсь, вы улыбаетесь. Я в этих раскладах не делаю долгое предисловие, но надеюсь, что вы все-таки улыбаетесь. Ну что, смотрим субботу. В субботу будете чувствовать себя, как будто бы вы в заперти. Не думаю, что кто-то вас закроет, и вы будете действительно физически в заперти. Не будете чувствовать внутренней свободы. Такое ощущение, что что-то вас будет сдерживать. Если есть какие-то задачи, которые требуют решения, вы сами не даете себе, не позволяете себе увидеть это решение. Вы не позволяете себе отойти от вашего сегодняшнего видения мира, Вселенной, людей. Но, соответственно, вы полны всех этих противоречий и ограничений, которые вы сами себе выставили. Опять же, это не ваша вина, это не чья вина, но это с вами, скорее всего, идет с очень давнего времени. Для некоторых это даже с детства. И знайте, что если есть, будут какие-то есть, будут какие-то проблемы у вас в субботу, это только проблемы, вызванные вашим внутренним состоянием, а не кем и ничем извне. Давайте посмотрим, можно ли это избежать. Посмотрим, что еще нам посоветуют карты. Карты говорят о том, что да, вам неохота осознать, что все в вас, но только вы. В вас есть действительно все возможности и сила для того, чтобы преодолеть то, что, по вашему мнению, происходит. Почему я говорю по вашему мнению? Карты показывают это наполовину, наполовину с вашей точки зрения, наполовину с точки зрения Вселенной, образно говоря, для того, чтобы помочь вам этого или избежать, или преодолеть. Так вот, именно преодоление своего внутреннего состояния и поможет вам, первое, избежать определенных проблем, определенных непонятных ситуаций, непонятных, знаете, тут еще я вижу межличностные отношения, может быть, произошла какая-то ссора, и вы не можете найти в себе силы, чтобы понять, что не только второй человек виноват. Это может быть как мужчина, так и женщина. Поэтому я говорю, человек, вы все-таки считаете кого-то виноватым, скидываете ответственность на кого-то, и это, знаете, вот нет хорошего или плохого. Это то, к чему вы привыкли за долгие годы. Даже если вы совсем молоды, хотя на моем канале я всегда говорю, что если вам меньше 25, вряд ли вы многое поймете, и вряд ли вы много для себя найдете, за исключением людей, которые действительно в 25 лет мудры. И это же, говорю, нет хорошего или плохого. Поэтому поймите, что это внутри вас и только от вас зависит, как это разрешится, и как это разрешить, образно говоря, мирным путем, без скандалов, без обиды, без раздражения. Потому что вот это вас и гложет, и сидит оно грузом именно на вас. И все-таки, и все-таки было бы здорово радоваться. И по этой карте могу сказать, что большинство из вас, если вы себе еще это позволите, все-таки решите свои задачи, которые будут перед вами стоять в субботу, и будете радоваться. Просто будете радоваться. И вот лучшей картой завершить расклад, я даже не знаю, какая еще может быть лучшая карта, потому что здесь именно из того, что я вижу, уйдет напряжение, уйдет раздражение и придет радость. Радуйтесь. Знаете, вот тут получается своего рода сказочный расклад. Ну, это русское таро, и сделано оно по мотивам русских сказок. Так что это интересно, как они рассказывают.